С целью проверить, знают ли несовершеннолетние водители велосипедов и скутеров ПДД, сотрудники полиции отправились в рейд. На пути блюстителей дорожного закона встретились и взрослые, которые на правило смотрят сквозь пальцы. Шлем. А он у вас есть? Есть, только у меня дома. Я просто до кенгуру сейчас на сектор, сейчас бы любил сеньки до кенгуру, дома хлопачу. У этой леди за рулем скутера есть еще одно нарушение. Она не должна была перевозить сумки, мешающие управлению транспортным средством. Детям она подает плохой пример. Эти ребята нарушили все правила из возможных. Приехали втроем на двух скутерах, шлемы не надели. О правилах дорожного движения они тоже имели весьма смутное представление. Полицейские констатировали, во всем виноваты родители. Они тебе разрешают сюда ездить? Они вообще знают, что ты сюда ездишь на скутере? Разрешают, да? То есть они полностью усведомлены об этом? Хорошо, тогда будем связываться с твоими родителями. Скутер на 15-летие не самый лучший подарок. Родители подростков теперь ждет административный штраф и полицейское порицание. Они подвергли своего ребенка опасности. Выпустили, разрешили ему ехать достаточно неблеское расстояние на транспортном средстве, которое считается опасным для его жизни и здоровья. Учитывая, что ему еще нет 16 лет, он вообще не имеет права управлять этим транспортным средством. И он не знает правил дорожного движения. Ребенок на скорости в 30-40 км в час может не справиться с транспортным средством. Федеральные власти это поняли. Нас ждут изменения законодательства. Уже к осени у нас будут приняты поправки законопроекта, согласно которым вводится новая категория водительского удостоверения, категория М, мопеды. То есть все подростки, начиная с 16 лет, уже будут обязаны получить данную категорию. Эту категорию можно будет получить, сдав теоретический экзамен в ГИБДД. Нарушители должны понять, что требования, которые предъявляют к ним сотрудники ПДН и ГИБДД, не лишние. Скутры и велосипеды в неумелых руках могут быть опасны. Ровно год назад на этом месте из-за незнания правил истечения обстоятельств погиб несовершеннолетний велосипедист. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.